Итак, друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу свои небольшие покупки с сайта Алиэкспресс. Я, естественно, как ранее говорила, буду снимать видео по 3 товара, по 3-4, потому что все товары от разных покупателей. И срок доставки, естественно, варьируется у каждого свой. Ну, давайте приступим с того, что я еще не распаковала. И посмотрим. Пришел вот такой вот пакетик. А если я не ошибаюсь, это у нас с вами рубашка. Но мы сейчас проверим. Итак, да, это рубашка. И сейчас мы с вами все посмотрим и рассмотрим подробно. Итак, я достаю. Вот так вот она выглядит. Упаковано достаточно качественно. Хочу обратить внимание. Размер S. Давайте посмотрим. Какой-то не очень качественный упаковочный материал. Так открывается очень странно. И давайте посмотрим. Ну, естественно, у меня не то, чтобы есть подозрения. Я знаю, что это могут скрывать на границе. Поэтому видно, что упаковано просто где-то может быть порвано. Но это не так страшно. Главное, чтобы товар пришел в надлежащем виде. И давайте посмотрим. И, как вы можете сразу видеть, здесь есть вот такие вот заклепочки. Что очень важно, что товар упакован достаточно качественно. И это не может не радовать. Собственно говоря, рубашечка. Это из стопроцентного хлопка. Я заказала себе ее сейчас на весенний-летний период. Ну, здесь есть, конечно, бирка. Диофонт. Не знаю, что это такое. Здесь мы видим, что это лидирующий и модный тренд. Смотрите, значит, стирка при температуре не больше 30 градусов. Без сушки. Ну и, собственно, без отжима. Вот такая вот симпатичная рубашечка. Она идет с длинным рукавом. И это размер S. Ну, по виду кажется, что как раз таки она идеально подойдет. Собственно говоря, сейчас конкретно вешать на вешалочку не буду. Но просто вот могу вам показать, что там на сайте у этого продавца есть разные расцветки. Там можно выбрать. И хочу обратить внимание на то, как сделан низ. То есть, если вы видите, это рубашка не прямого кроя. То есть, она немножко овальная к низу. Ну, ниточки где-то есть. Торчат. Но, в принципе, в целом очень достаточно качественно сделана. Мне очень понравилась рубашка. И я сейчас обязательно отпишу продавцу, что я товар получила. И хочу обратить ваше внимание, опять же, как сделаны швы. Как все прошито. Посмотрите. То есть, вы видите, да, что здесь две линии. Очень качественно все сделано. Все выполнено. Мне очень нравится. Так что, кому интересно, можете задавать вопросы в комментариях. Я буду вам оставлять ссылочки на продавца данных товаров. Может быть, кому-то будет тоже интересно. Вот такая вот интересная расцветка. И давайте посмотрим, что же было заказано еще. Следующий товар. Я, естественно, уже его открыла, так как мне нужно было, опять же, повторюсь, подтвердить получение товара. И давайте посмотрим. Здесь у меня были заказаны топы бесшовные. Давайте откроем, наверное, бежевый цвет. Они идут все одного размера. Я, естественно, заказала в трех оттенках. Я сейчас постараюсь вам показать именно ткань. Вот сейчас вы можете видеть, что здесь такие есть маленькие дырочки. То есть, материал дышащий. И, естественно, есть поролончик. Я его буду выкладывать, потому что я люблю, когда все-таки топ. Лив облегает тело. Но для тех, кто любит со вставочками, да, кто не может без них жить, есть такие люди. Собственно, это как бы два в одном такой вариант. Так что очень хороший топ, очень приятный к телу. Он здесь регулируется, как вы можете видеть. И сзади у него вот такой вот именно разрезик есть. Он считается как спортивный топ, соответственно. Но неплохой, неплохой. Качество мне очень нравится. И я могу вам его посоветовать. Опять же, то есть, вы можете спокойно вытащить вот этот вот поролончик. Давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит. То есть, он достаточно легко вытаскивается. И все. Мы с вами получаем бесшовный вот такой вот спортивный топ. То есть, это очень удобно и очень качественно выполнено. Мне очень нравится. Очень приятный такой к телу хлопок. И, скорее всего, что здесь есть еще какой-то эластан. Снизу вот такая вот резиночка. То есть, это очень удобно. Вообще, просто я даже не прогадала ни на сколько. Ну и, соответственно, вот такие вот тоже два цвета. Это у нас белый лифт и черный. Ну, показывать я не буду, потому что они все идентичные. И давайте вернемся с вами к последнему товару. Это у нас с вами обувь. Вот в таком вот пакете она пришла. Я уже все распаковала. И пришли вот такие вот ботиночки. Цена данных ботиночек-кроссовок стоила где-то в районе 1800 рублей. Давайте более детально рассмотрим. Значит, размер данных ботинок 38-й. Хочу сразу показать вам подошву. Подошва сделана из очень такого достаточно плотного. Это не пластик, это другой какой-то материал. Кто знает, может сказать. Они, конечно, по цвету сами, как вы видите, не совсем такие белые, как сама подошва. Они такие немного совсем с кремовым отливом. Размер это 38, как я уже говорила. Хотя русский я ношу 39-й. Но заказала, соответственно, по размеру стопы. Они идеально сели. Они очень удобные. И что хочется отметить. Что пришли они полностью укомплектованы. То есть здесь есть вот такая вот ножка. То есть продавец позаботился о том, чтобы ваши ботиночки приехали в целости и сохранности. И также хочу показать, если вы видите, вот там далеко есть дырочки. Дышащие, соответственно, ботиночки получаются. Очень мне понравились они. И такой очень интересный цвет, форма. Они очень мягенькие, очень удобные. Там тоже есть разные расцветки, какие только захотите. То есть вообще, начиная там от какого-то космоса, заканчивая какими-то зверюшками, бабочками. В общем, все, что вашей душе угодно, вы можете найти. То есть, в принципе, очень неплохие ботиночки. Не могу сказать, что цена завышена. Мне кажется, они оправдывают свою цену. Тем более, они специально рассчитаны на спортивный образ жизни. И, в принципе, сделаны по хорошим технологиям. Единственное, конечно, чувствуется запах клея. Но я думаю, что он выветрится. Дело в том, что я уже рассказывала, что когда к нам едет обувь вот в таких вот... И не только обувь, одежда едет вот в таких вот пакетах. Она придерживает различную температуру. От самой высокой до самой низкой, как у нас, например, сейчас в Москве. Поэтому, естественно, товар может просто в отсутствие какого-либо кислорода, выхода, он, естественно, начинает пахнуть. То есть, в этом ничего плохого нет. Главное, чтобы этот запах выветрился и не остался в момент уже носки данных ботиночек. Ботиночки мне понравились. И, собственно, могу посоветовать вам к покупке. Что хочу еще сказать про эти ботинки? Значит, что-то хотела сказать, забыла. Ну что ж, вот такие вот были покупки с сайта Алиэкспресс. Оставайтесь со мной. Кому интересно, пишите. Я буду кидать вам ссылочки. Всем пока-пока.